1 января 2010 года по всей стране будет проведена переоценка пенсионных прав граждан, так называемая валоризация пенсии. Валоризация пенсии – это повышение пенсионных прав, которые были приобретены гражданами до 1 января 2002 года. При этом валоризация коснется не только действующих пенсионеров, но и граждан, имеющих трудовой стаж до 2002 года и пока еще не достигших пенсионного возраста. Таким образом, валоризация – это возврат пенсионного долга людям, работавшим в советское время. По каждому пенсионеру будут оценены его пенсионные права. Любой пенсионер, стаж, не имеет значения какой стаж, 40 лет, 20 лет, 5 дней, стаж до 1 января 2002 года, любой стаж, их страховая часть будет увеличена на 10 процентов. А вот так называемый советский стаж, то есть стаж, который приобретен гражданином за всю свою трудовую деятельность до 1 января 1991 года, то есть по 90 год включительно. Вот за каждый год того стажа гражданину страховая часть пенсии будет увеличена на процент. Если, грубо говоря, гражданин ушел на пенсию, ну, скажем, в 96 году, начиная с 2002 года не работал, то есть у него вся страховая часть состоит из того пенсионного капитала, который оценен за его трудовую деятельность и, соответственно, по той средней зарплате, которая была взята на дату назначения пенсии. Вот весь этот капитал будет как раз и увеличен. Если сегодня гражданин получает этого порядка, получает, скажем себе, 6 тысяч, вычислите, значит, базовую часть 1950 рублей, значит, то есть у него страховая часть порядка 4000. Имеет он стаж, скажем, 30 лет до 91 года, это 30 процентов, плюс 10 процентов, что он имеет стаж до 92 года, 40 процентов, то есть прибавку он может рассчитывать на прибавку в 1600 рублей. Каждый год один процент, но это только до 91 года. То есть это вот по этой категории, значит, тут все понятно. К сожалению, опять же, задают вопросы пенсионеры, которые, ну, будем говорить, недавно ушли или пенсионеры, ушедшие на пенсию, но продолжающие работать, могут ли они сами посчитать себе размер вот этой прибавки с 1 января? Вот здесь, к сожалению, не получится, потому что у них в страховой части учтены не только, будем говорить, тот пенсионный капитал, который у них начислен за счет стажа, но и страховые взносы, которые работодатель перечислял за него уже начиная с 2002 года. Поэтому страховая часть у них на сегодняшний день, она смешанная. И вот здесь сам гражданин, ну, в общем, не имеет возможности сегодня точно посчитать, сколько он будет иметь. Но могу сказать, что в среднюю прибавку с 1 января будет где-то в пределах от 400 рублей до 1800 рублей. Потому что особо старое поколение, у которых огромный стаж, значит, в советский период, естественно, у них будет большая прибавка. Тем более, что вот этот стаж до 91 года, он не будет ничем ограничен. Если раньше при назначении пенсии им было установлено, что у женщины берется максимум 40 лет стажа, у мужчины максимум 45, и дальше стаж просто не брался, он в расчет не шел. То на сегодняшний день любой, хоть это будет 40, 50, 60 лет, вот сколько есть стажа, но я говорю, единственный пресекательный момент, это до 1 января 91 года. Любой размер стажа весь будет взят в перерасчет. Валоризация носит беззаявительный характер. Перерасчет размера пенсии будет производиться пенсионным фондом в автоматическом режиме с учетом всех имеющихся в пенсионном деле документов. Личное обращение гражданина потребуется только в том случае, если он выразит желание представить дополнительные документы о советском трудовом стаже, не учтенном ранее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова